В Украине не хватает доверия. Куда мы идем? Что мы делаем? Все новое, инновационное. Бердянск, Черкассы, Житомир. Зарабатывать больше, чем за границей. Эй, мы с тобой, мы помогаем тебе. Все гениальное просто. Это будет обалденное шоу. Привет, я Генрид Штеренберг, и сегодня я представляю новое онлайн-шоу «Экономика доверия». В гостях у меня мой первый гость, мой хороший друг Сергей Нежинский. Человек, который работал в государстве нашей страны, работал в бизнесе, также был замминистра социальной политики Украины. Он, естественно, возглавлял много направлений, включая антикоррупционную деятельность, защиту детей, и я очень рад, что он мой первый гость. Это будет обалденное шоу, и я очень-очень прошу вас досмотреть его до конца. Сергей, ты как кандидат юридических наук сделал уже очень много в своей карьере, достиг много в Америке, везде, по всему миру, уникально. Почему ты остался в Украине? Спасибо, Генри, за приглашение. На самом деле, Украина – это большой челлендж для каждого украинца, который не только до 35, как говорят многие эксперты, и на которых есть будущее, но и это, прежде всего, состояние души, поскольку желание реализоваться в стране, которая тебя вырастила, в стране, которая слишком долго ждала прогресса, и учитывая историю наших родителей, и бабушек, и дедушек, ну, я думаю, они заслужили, чтобы и снуки жили в хороших экономических условиях, и страна развивалась в этом же направлении. Я помню, когда мы с тобой познакомились, почти три года назад, во время Харасиса, ты меня познакомил с уникальным человеком, который выступал на Харасисе, ты сейчас про него расскажешь. Но мне интересно понимать, почему из всех возможностей, которые представлены были для тебя в твоей карьере, и в государственном, и в частном секторе, ты выбрал движение антикоррупционное. Почему для тебя это важная тема? Я думаю, для кого не секрет, что rule of law and anti-corruption, как такой главный обжект в government сейчас, это большой бич для Украины, и все процессы, которые начинаются в экономике, они, к сожалению, ведут к коррупционным каким-то действиям. Более того, что, правильно ты сказал, что в развитии в этом направлении антикоррупционном, а именно защита диссертации на эту тему, на гражданскую ответственность вследствие коррупционных действий, и ряд моих работодателей, скажем так, в том числе и Генеральной прокуратуры в Диме, где я начинал свою карьеру в международном направлении, дало большой такой импакт с точки зрения того, что минимизация коррупционных рисков, максимальная цифровизация всех государственных услуг, это те шаги, которые сосредоточат экономику на экономике, а не на борьбе с коррупцией. То есть мы говорим о коррупции, ты знаешь мое мнение, коррупция сама по себе вымирает, наличка выходит из этого, но я хочу, чтобы мы затронули одну очень важную тему. Ты знаешь, что в Украине не хватает доверия, ты знаешь, что видение Волтера и Центр Киева, борда директоров, членом которой ты уже являешься, я очень рад и благодарен тебе за это, но наше видение, мы должны с тобой, со всей командой построить экономику доверия. То есть я хочу, чтобы ты немножко рассказал про доверие, и как ты видишь, вот наше видение экономики доверия для Украины с точки зрения коррупционного линия и всех других социальных вещей. С удовольствием. На самом деле, первое, что бросается всегда в глаза иностранцам и бизнесменам, и инвесторам, которые приезжают в Украину, это отсутствие стратегии, это отсутствие плана действий. Куда мы идем, что мы делаем, какие у нас приоритеты, и когда инвестор стыкуется постоянно с государственными структурами, он видит, что так, это все приоритет, все главное, куда бежать, куда идти, никто не знает. Поэтому впервые в 2016 году в том числе и наша команда тогда в говермент создали первую в Украине экспортную стратегию Украины. Более того, что первая стратегия кабинета министров, которая была создана, она включала пять основных направлений, в которых экономическое развитие является одним из стопов. Цифровизация, экономическое развитие, human capital, как мы говорим, и governance, это те киты, от которых отталкивается инвестор, понимая, на чем делает ставку государство этой страны. Поэтому, когда мы говорим о экономике of trust, это прежде всего понимание приоритетов, акценты бизнеса и взаимодействия с социумом, который в этой стране, и естественной минимизации коррупции, потому что именно эти шаги дадут полное доверие инвесторам заходить в страну. Давайте теперь немножко последний вопрос до того, как мы перейдем более таким детальным вещам. Социальная политика. Ты провел очень много времени в работе, я знаю, ты объездил всю страну, заезжал в места, которых мы даже не слышали, скажем так. Значит, я хочу понимать, потому что для меня очень важно со всеми нашими партнерами иностранными и внутренними, чтобы каждая корпорация несла социальную ответственность. Это часть нашего ведения, social responsibility. Скажи, как ты видишь возможность и где мы можем сделать самый большой импакт с точки зрения социальной политики страны через экономические инструменты? На самом деле социальный, активный, социально ответственный бизнес, я думаю, ты это подтвердишь, в Америке это очень распространенное явление, в Украине оно набирает только обороты. И, как по мне, это самый такой пока что недоразвитый вид бизнеса и экономический акцент, на котором мы должны как World Trade Center сосредоточиться. Более того, Украина сейчас является тем хабом, который, как губка, впитывает в себя все новое, инновационное. Более того, продюсирует сама инновация. Конечно. И, когда мы заходим в социально ответственные какие-то заведения, кафе, какие-то учреждения, мы сразу видим абсолютно шикарные инновационные решения, методы. Другая атмосфера. Другая атмосфера. Люди уже улыбаются. Ты вспомнишь, когда в 90-х, кто здесь улыбался вообще в стране? В черных куртах. Никто не улыбался. И было одно-два кафе каких-то в Хричатике, где не могли даже пообедать и найти бизнес-ланч. Сейчас вероятность и возможность найти себе место колоссальное, особенно для молодежи. Более того, что мне нравится желание новой генерации хотеть здесь оставаться и развиваться. Никто не хочет уезжать. Никто не хочет думать. Все верят потенциал. Безусловно, большинство этих людей это люди с высшим образованием. Но акцент, которым мы должны тоже промоушен делать как можно больше это люди со средним образованием. Это люди, которые составили по сути те же Соединенные Штаты Америки. Зато мы сейчас поднимаем... Средний маленький бизнес. Мы часто говорим о экспорте товаров, но мы мало говорим о экспорте услуг. А экспорт услуг это самый профильный бизнес. И допустим сейчас проблема в том же Киеве найти хорошего сантехника, хорошего мастера починкой кондиционером и так далее. На самом деле мы знаем, что в Лондоне вызов такого мастера это 170 франков. Это больше, чем юрист, час юриста в городе Киеве в средней компании. Поэтому, безусловно, это те акценты, которые мы должны развивать. Вот сейчас я задумываю обалденную тему. Во-первых, для меня, я никогда не вызываю, у меня прекрасный арендодатель, который делает все из-за меня. Но, я хотел с тобой говорить с точки рождения социального. Я вижу возможность огромную не в больших городах Украины, Харькове, Львове, Киеве и так далее, Одессе. Я вижу наоборот Бердянск, Черкассы, Житомир. Там, где мы видим огромную возможность, меньше бюрократии, меньше воюющих кланов и огромная возможность для роста. Согласен? Потому что там мы можем показать самый большой результат с точки рождения отдачи. Абсолютно с тобой согласен. Я уверен, что как раз области, особенно сейчас, если Восток у нас находится в военном положении и страна действительно переживает нелегкие времена, Запад, Западная Украина это та часть, которая мега креативна. Я считаю, самая креативная в нашей стране. Более того, наличие вот этого симбиоза, патриотизма, инноваций и желания развиваться в своей любимой стране это то, что спасет Украину в целом и в том числе и бизнес. Что касается ты говорил за направления, которые интересны могут быть, то безусловно социальное направление это одно из ключевых. Мы знаем о том, что много рабочих мест, которые сейчас создаются, они создаются благодаря бизнесу. Конечно. И сервис бизнеса. Все производство уже автоматизировано, уже не нужно столько людей на заводе, сколько нужно было 20 лет назад. Абсолютно. Финансовая грамотность и цифровая грамотность бизнеса, она повышается с каждым днем. И мне нравится то, например, что мы можем об этом уверенно говорить с нашими иностранными партнерами, вот делегация World Trade Center Афганистан, которая прилетала. На следующей неделе мы начинаем уже работать. Да. И она тоже удивила, что страна есть определенные шаги в развитии у нее. И, безусловно, у нас колоссальный потенциал. И первая задача, которая, я думаю, есть не только у членов World Trade Center Киев, но и у всей страны, это, безусловно, промоушен страны, которую мы никогда на этом не сосредотачивались. И прекрасный пример, это, я думаю, Хмельницкая область, Каменец, Подольский, потому что это те города, которые всегда много жителей уезжало на заработки. Сейчас открылось очень много итальянских заводов, австрийских, много предприятий здесь. Это говорит о том, что наличие близости к европейской границе, а это около 100 километров до польской границы, является просто одним шагом к Евросоюзу. Именно евроинтеграционные процессы это первая наша победа. Так, возвращаясь к демографическому тренду, мы знаем, что у нас негативная рождаемость в Украине, мы знаем, что у нас есть отток иммиграционный, и вот мы видим исторически в странах, как Индия, Китай, где большинство людей уже не хотят уезжать со страны, потому что есть огромные комиссии. Если мы можем показать нашей молодежи, которая уехала, со всеми кеминерами, включая людей, как я, которые уехали 30 лет назад, люди заинтересованы возвращаться, если они увидят возможность своего профессионального финансового роста и качества жизни. Немножко пару слов о миграционных вещах. Я, на самом деле, затрону этот ответ с другой стороны. Год назад, когда президент Украины приглашал на позицию заместителя министра и проводил вместе с премьером министром Гончаруком собеседование зама, общение с ними и их невидение, первый вопрос, который он мне задал, Сергей, а как ты видишь возвращение украинцев этничных в Украину? Что для этого нужно? И я, как юрист, прежде всего, как человек, который занимается миграционным правом, я вижу тенденцию и вижу, на чем они делают акцент. До тех пор, пока мы не реализуем ряд, два здесь есть аспекта. Первый, политический и государственный, это реализация многих соглашений. Ну, например, если ты работал в Америке, либо в Молдавии, либо в Италии 20 лет, а в Украине до этого, до иммиграции ты работал 7 лет, и наоборот, то твой стаж в Украине или там, здесь, не засчитывается. А это неправильно. Если мы являемся членами международной организации труда, значит, мы должны подписать меморандум о взаимопризнании трудового стажа. Таким образом, если тебе надо для какой-то вакансии опыт работы 5 лет, 7-10, ты можешь взять и легализировать этот стаж. Поэтому, это первое, что не хватает нашим гражданам. Политический аспект. Точно так же, страховой стаж, трудовой. Более того, точно такое же взаимодействие с странами, у которых есть двойное гражданство, которое разрешает иметь два гражданства. Сейчас ты знаешь, Украина имеет законопроект в Верховной Раде, чтобы было двойное гражданство. Но, на мой взгляд, наличие двойного гражданства в Украине, это второстепенный шаг. Первый шаг, это создать действительно рабочие места, которые позволят зарабатывать больше, чем за границей. Или, как минимум, выходить в тот же баланс, который человек тратит там. Ты знаешь, мой личный сейчас процесс, который я прохожу, это вот подачу на постоянное место жительства в Украине. Я тебе скажу, что мое мнение, добавлю третье, что мы должны создать механисты, где люди, как я, которые родились в Киеве, приезжают сюда, им только свистнули, что мы приезжаем, и сразу все уже зеленый свет по всем бумагам с точки моей регистрации, правонахождения в стране и моих прав в стране. Это первое. Второе, я бы также рекомендовал, и мы, конечно, далеко от политики, это не наш бизнес, чтобы люди, как я, приезжали, получали дополнительные льготы, что я привожу кучу ресурсов с собой, чтобы я три года мог не платить, а я не знаю, какие-то налоги, или получал бесплатную квартиру, или бесплатный офис, я не знаю, что, но каким-то образом меня инцитируют, чтобы я приехал в обратное и дать мне, эй, мы с тобой, мы помогаем тебе развиться. И в этом, как бы, в твоих желаниях уже есть первые шаги, которые надо дозавершить, скажем так, прежде всего, это возможность получения справки о этничном закордоне украинцы, мы говорят. Это иностранные, она ведется в МЗС, она, это не сложная бюрократическая процедура, но она позволяет минимизировать все бюрократические процедуры в миграционной службе Украины. Для того, чтобы ты получил вина жительства, претендовал на гражданство сразу, если ты уже отказался от него. Более того, что люди, которые уезжали до 91-го года, они имели, да, я не имел советского паспорта, я имел украинского, мама моя, слава богу, маме, она нашла мое свидетельство о рождении, которое дал мне возможность сейчас это подать. Плюс, она должна была найти визы, когда мы выезжали в 89-м году, что мы выехали с Советского Союза. Плюс, потом, иммиграционная служба, ты знаешь, проблема с моим Хенри, имя Михайловича нету. Все эти маленькие нюансы, это головная боль, которая препятствует... И самая главная проблема это наличие баз данных, потому что одно дело, когда это в архиве записано от руки, а другое дело, когда мы систематизируем и оцифровываем все документы. Вот эта цифровизация государственных услуг действительно является топовым сейчас в Украине. И я думаю, приложение ДИА, которым уже все говорят, идеально показывает, как это работает. Простовое решение техническое. По сути, с одной стороны, есть, как многие говорят, в том числе и Швейцарии, что возможны риски с нарушением конвенции GDPR, General Data Protection о защите персональных данных. С другой стороны, мы знаем, что Украина одна из лидеров, кто уже начинает ее выполнять таким образом в рамках этой конвенции. И вот смотри, ДИА это идеальный пример, когда что-то правильно и быстро сработает. Насколько эффективно. Второй вопрос с камерами. Я уже получил несколько этих штрафов, сразу заплатил. Прекрасно. Заплатили сразу половину. Идеальная идея. Но смотри, сколько убрали полицейских с дорог. Их пропали. То есть технология дает нам возможность перепрыгнуть коррупционные схемы, которые существовали 30 лет. С точки зрения патрульных согласен, да, это действительно успех. То же самое и с ДИА. Все гениальное просто. Да? Сейчас хочу немножко отличиться от Украины. Я знаю, ты провел очень интересное время в Кубе. Расскажи про этот опыт, что там было интересного. Расскажи просто своими словами. На самом деле, действительно, это было прекрасное время. Прекрасный был мой контракт. Я был торговым представителем Украины от Украинспецэкспорта и Украинмаша в Республике Куба. Вице-представителем и заместителем директором ассоциированной компании в Киеве. Наша цель была очень простая с одной стороны, с другой стороны, очень сложная. Задача была перебить китайские и американские контракты на Кубе украинскими контрактами непосредственно напрямую с правительства Кубы, потому что частных компаний, которых нет на Кубе практически. И, безусловно, это была военная техника, это были агротехника, это были другие эквипменты. очень интересный был экспириенс и хорошее время. Теперь я хочу немножко объяснить, потому что одна из своих программ, которая очень успешна, это колл-центр 1547. Расскажи немножко, чтобы зрители понимали, о чем мы сейчас говорим. С удовольствием. На самом деле, я очень горжусь этим колл-центром, поскольку это была колоссальная работа и колоссальный такой лид в моем направлении на позиции заместителя министра. Мы сталкиваемся с тем, что за последние 3-5 лет, 3 даже больше года в Украине увеличились проявления домашнего насилия. По разным причинам. С одной стороны, мы имеем ситуацию, когда очень много ветеранов войны приезжают, возвращаются после демобилизации домой, они находятся в депрессивном состоянии, у них проявление агрессии, они без работы, они разочарованы в государстве, которые не могут их защитить ни социально, ни предоставать финансовые какие-то возможности. И от этого много есть последствий, начиная от алкоголизма, заканчивая проявлением агрессии. И последнее, к сожалению, проявление это были на колл-центре именно от этой категории граждан. Но мы всегда говорим безусловно о насилии и о домашнем насилии, мы правильно называем гендерно обусловленное насилие по отношению женщин, но 16% это мужчины, а 6% это дети, судя по правлению. И вот этот создать небезразличный социум в стране, который будет ответственный, который будет хотеть платить налоги, который хочет зарабатывать не в конвертах, а официально на карточку, на банковскую, понимая, что он зарабатывает в чистую, он делает социальную выгоду не только себе, но и стране, потому что пополнение бюджета это покрытие других это подразумевает, что мы доверяем государству делать за то, что мы как граждане платим. И социальное заведение, социальный бизнес, соответственно, о котором мы говорили, это прежде всего уже первые шаги бизнеса о желании помочь социальным группам населения. И я вижу здесь очень хорошую идею, уже формируется в моей голове. Один из наших проектов город Бердянск. Я его разделил на 30 кварталов, ну по кварталу. И мы сейчас называем каждый квартал именем птицы, которые будут спонсировать разные корпорации, чтобы сделать площадки, разные мелкие вещи внутри каждого квартала. К чему я это веду? Потому что здесь вижу с точки зрения программы 1547, мы можем сделать с тобой, это уже официально, мы можем сделать программу, где наши иностранные коллеги спонсируют семьи для того, чтобы помочь, включая образовательные процессы, детские садики и так далее. То есть есть прекрасный спонсор фэмили. Абсолютно, с тобой согласен. Более того, если мы будем перенимать опыт Соединенных Штатов, где в основном 90% выпускников юридических колледжей начинают свою карьеру с социальной работой. Это для того, чтобы он получил лицензию, для того, чтобы он понял, как социум живет, какими проблемами он реализирует, чтобы он вместе с патрулем и выехал на место преступления, посмотрел. Это такая своего рода стажировка, которая позволяет понять проблематику домашнего насилия и в целом проблему социума сейчас. И это прекрасная идея, я полностью ее поддерживаю. Более того, что... И мы вынесли на World Trade Center в Венере с World Trade Center вынесли. Более того, что каждая известная компания и члены World Trade Center мира, те же там CNN, другие компании, они очень много сосредотачивают свою работу на помощи социальной. Это часть корпоратива. Абсолютно. И в Украине это, как ты сказал, еще не развито, но это то, что мы будем... Не то, что если какая-то компания хочет с нами работать, они будут в нашем договоре нести ответственность за социальную активность в ихнем районе, в городе, неважно. Точно так же, как проекты, которые ты знаешь, Migration Health. Да, да. Это проект, который помогает на бесплатных... Так это хороший бизнес, это хорошие инвестиции. Абсолютно. Потому что очень много экспатов в Украине и иностранцев, они нуждаются в легальном, честном, прозрачном сервисе в стране. С того, что мы обсудили в интервью, включая таком, у тебя огромный, большой опыт. Давай вернемся немножко более к личному. Я знаю, что недавно, что мы друзья, что у тебя было пополнение в семье. Да, да. И мне интересно, я всегда говорю, мои дети уже взрослые, да, сейчас у меня баланса в жизни никакого нет, уже все в работе. Но мы должны иметь баланс, да, семья, это для нас самое важное. Как ты балансируешь свою профессиональную карьеру и занятость с семьей, с детьми, с женой? Ну, что может ответить человек, который работал в социальной политике? Конечно же, семья является приоритетом, и это действительно смысл нашей жизни, но, конечно, хочется видеть почаще, потому что, когда ты уходишь в 7 утра, к примеру, и приходишь в 11, пол-11, когда уже ребенок спит, то были опасения, когда ты не видишь, как он развивается, и как он... Самые ценные моменты. Сейчас, кстати, благодаря пандемии и дистанционной работе появляется возможность больше быть на месте, дома, общаться, играться с ним, то, конечно, это плюс, где-то это однозначно. Отлично, отлично. Всем урок, баланс в жизни очень важен. Сереж, большое спасибо за интервью, прекрасное интервью, наше первое, это очень важно. Сейчас последняя часть нашего шоу «Блиц. Вопросы». Давай. Первое. Украина или США? Украина. Европа или Украина? Украина в Европе. Вареники или гемберга? Вареники с картошкой. Твой самый большой успех в карьере? Он впереди. Самый большой провал? В бизнесе 10 лет назад. Кто победит коррупцию в Украине? Я думаю, поколение Z и поколение миллениалов. Три ключевых поинта, как улучшить социальную ситуацию в Украине? Финансовая грамотность украинцев, цифровая грамотность и нулевая толерантность к коррупции. Нулевая толерантность к коррупции. Отлично. Последний вопрос. И такой серьезный. Для тебя, как человека, профессионала, бизнес-человека, государственного, что для тебя Украина? Украина – это место, которое задолжало от своих граждан побед и развития. И я думаю, что мы должны победить. И победим. Спасибо большое. Спасибо. Мы строим экономику доверия. Вопрос вам. Сможем мы вместе это сделать? Сможем мы соединиться под одним видением экономики доверия в Украине? Под видимым Intelligent Logistical Hub? Мы можем нашу страну трансформировать в течение 10 лет. Но мы должны быть все вместе. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова